всем привет уважаемые рыболовы рад поприветствовать вас на канале спиннингист 38 и вновь я сегодня вырвался на водоем с целью попробовать половить щучку ловить буду как и в предыдущий раз палочкой от компании sl rods серия rush с тестом от 5 до 18 грамм попробуем сегодня найти активного хищника ну и конечно же поймать его хотя возможно найдет удастся найти какую-то концентрацию рыбы на ямах может быть эта рыба будет конечно и не совсем активно но тем не менее первоначально буду ловить с грузиком в 10 грамм участок здесь глубокий приманочку выбрал небольшую и первоначально хочу проверить наличие не крупного хищника вот палочка кидает довольно таки неплохо практически две трети водоема перебрасываю снасть оснастил двухтысячной катушечкой и шнуром 012 видите здесь очень глубоко медленно от до дна достала приманочка то есть медленно приманка очень тонет глубина вот в этом участке где-то около пяти тире шести метров максимальная именно подтянем и поэтому здесь миляка пошел то есть с той стороны ямка основная здесь уже мелководье то есть глубина порядка в двух метрах так ребята пробую облавливать другой участок реки надежды на то что здесь будут поклевки хищника хотя вижу что здесь довольно таки много людей в избытке довольно таки количество рыболов весьма немаленькая надежду конечно не теряя на то что что-то удастся поймать все таки как я всегда говорю всю рыбу выловить не нельзя то есть можно поймать какое-то только количество активной активной рыбки и все остальная рыба все равно останется в водоеме пробую ловить на те на лонг хилла от компании intech 3 дюймовому как хочется проверить будет ли выход рыбы на довольно таки крупную приманочку если нет поставим мелкий твистерок и попробуем уже половить рыбы здесь конечно концентрация не сильно большая мне все же нужно искать используя те или иные приманки проходя по тем временем участком водоема вода конечно не самая прозрачная то есть помутнела немножко но все же я надеюсь что это не скажется на клюви рыбы хотя в мутную воду конечно хищник менее активен и менее результативно поклевывает на приманки но все же по упираться стоит по упираться и попробовать найти хищника более менее зачетного присутствует небольшое течение на данном вот участке заброс под противоположный берег то есть видите здесь нет такого места где бы его нельзя было перебросить течение здесь вот уже присутствует и это хорошо там где есть течение там есть хороший кислородный режим и соответственно можно надеяться на поклевку рыбы я знаю что место здесь оно очень запрессованное очень много здесь рыболов за день бывает и соответственно большинство людей рыбу как известно забирая и это приводит тому что количество хищника и вообще количество рыбы оно в таких локальных водоемов как этот оно уменьшается и очень часто до катастрофических размеров возможности сюда хищнику из других водоемов зайти нету ну и поэтому выбить его и было и довольно таки просто в таких местах пройду маленько лонкилом если на его поклевок не будет возьмем что-то другое другую приманку кажись тут одернул возьмем другую уже приманку да да ребята была поклевка явно была поклевочка потому что приманку стену так приманка сама сползти на крючке не может то есть это уже хорошо значит здесь рыбка ката активно есть я думаю это был небольшой шнурок который не сумел заглотить лонгхилла дернул за хвостик как часто бывает 3 дюймовая приманка это далеко не мелкий виброхвостик он имеет приличное сопротивление имеет приличный размер если щучка уберет пытается заглотить с хвоста то конечно не всегда мелкой рыбе это удается сделать я имею ввиду щучки грамм до 500 весом уже от 500 и больше это рыба конечно нормально такие приманки заглатывает а вот мелочь некрупная она конечно часто мажет и снимает просто-напросто приманку с крючка откусывает хвостики и тому подобные вещи делает вот что ж ребят первая рыбка вот про что я говорил то есть некрупный некрупный щуренок вот такой ребята он конечно не может нормально заглотить мою снасть но тем не менее видите аккуратненько аккуратненько под нижнюю губу подсел опа щуренок ушел вот выпал у меня из рук но ничего это уже хорошо здесь рыбка какая-то сконцентрирована и удается ее ловить то есть буквально совсем немного времени провел на водоеме рыбка села практически без поклевочки то есть провис приманки и шнурок уже сидит на моей снасти поклевка середины водоема то есть далеко довольно таки от берега пробуем и дальше ловить хищника не знаю насколько это будет результативно но как известно надежда умирает последний щучки клевали без поклевки то есть совсем совсем практически без удара на подвисание приманочки это связано с тем что на мой взгляд что он килл он очень медленно с 10 граммовым грузиком опускается на дно и поэтому такое зависание приманки она очень с одной стороны хорошо сказывается на поклевках то есть хищник очень хорошо его очень хочет кушать это с одной стороны и с другой стороны несмотря ни на что рыба его атакует но и вторая сторона в том что если рыба малоактивна она может просто брать приманку удерживая во рту но при этом поклевки не будет в тому как времени у нее достаточно для того чтобы ее заглотить то есть подержать во рту и часто при таких поклевках могут быть сходы при ловле особенно не крупные рыбы рыбка кстати была очень холодная вода тоже несмотря на то что ры сейчас тепло она еще не нагрелась ни капельки все такая же ледяная тому как ночью холодно днем вроде бы и тепло но вода не успевает днем прогреться ночью быстро тепло то что за день накопила она быстро отдает сегодня буду экспериментировать так сказать ребята не буду зацикливаться на какой-то одной приманки буду использовать разные модели те ручка фибро хвостика и тому подобных приманок разных цветов сейчас вот буквально 10-15 забросов нет поклев меняем приманку продолжаем двигаться уже вот была была потычка мне кажется тебя приманка на месте но что-то ударила может быть это конечно белая рыба а леску или а груз ударилась тоже такое бывает но конечно такое бывает только в тех местах где много белой рыбы бывает даже удается ее поймать на ту или иную приманку того же карася вот без поклевки вообще никакой поклевки рыба просто кинул и чувствую приманка не тонет а там уже кто-то попался обалденно конечно о это уже кто-то постсурьезней или сколько малька расходиться начал то есть вот она щучка ребята вот она вот она вот вот опа раз то есть приманочка мэнд флиппер она тоже работает и тоже активно ловит хищника то есть как раз ребята то про что я и говорил более мелкая приманочка она как я думаю должна лучше сесть вот таких шнурков раз рыбка села без поклевки без ударных ну что ж отпустим этого симпатяга он пошел 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 он видите стоит медленно-медленно рыбка кстати без пиявок без каких-либо травм и это конечно хорошо то есть здесь нету какой-то таких паразитов так сказать щучка вот до сих пор стоит возле берега как видите она никуда не отходит не спеша пошла в родную стихию ну ладно а мы продолжим рыбалку сработал ребята вот такой вибро хвостик от компании mens серия flipper тире 7 то есть 7 сантиметровый оснастил я у крючочком от компании сайка в размере единичка то есть не крупная приманка не крупный крючок по моему все логично рыба как видите она пассивная до сих пор пассивная никакой активности не наблюдается так как взяла рыбка на приманку именно в тот момент когда она падала взяла и удерживала силикон этот несъедобный но тем не менее как видите довольно таки долго рыба держала приманку у себя в пасти потому как я не делал посечки сначала я ждал когда приманка утонет и достанет до дна но потом мне показалось что может быть я пропустил то моменте момент касания дна приманкой тому как слишком уж долго она под берегом тонула очень конечно интересно сделал мелочь мы приманку замечает она за ней перемещается хищника я что-то что-то не наблюдаю на воблер поэтому я сейчас и не ловлю потому как думаю количество поклевок на воблер будет очень маленьким ну давайте пробовать лунхилл с 12 граммов грузика будем пытаться поймать что-то на него на него были поклевки все таки он красный заметный довольно таки интересно он играет да и выглядит в принципе в целом смотрим может благодаря этой приманке удастся растормошить рыбку вот она ох 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 как сопротивляется серьезно много проверим о да ребята серьезное сопротивление палочка отлично вот этот шнурок уже гораздо крупнее аккуратно засекся отличный шнурок вот такой очень-очень холодненький взял он хило видите как заглотил сейчас его снимем опа аккуратненько вот такой симпатяшка просто красавчик по другому и не скажешь отпускаем родную стихию рыбка отлично ловится отлично берет некоторые те или иные приманки кстати должен сказать что обкидал одной приманкой поклевок не было его только поставил лунки буквально один или два заброса и в середине водоема поклевка снасть отработал просто отлично лунки в очередной раз меня ну порадовал секрет видите палочка рыбу неплохо отлично отрабатывает на вываживание и надеюсь в этом сезоне мне с этой снастью удастся половить еще более крупную рыбу то есть какую-то рыбку которая уже непосредственно будет хорошо и активно ловиться на крупных водохранилищах на реках совсем скоро удастся выехать куда-то надеюсь я по крайней на это что позволит ситуация жизненная мне выехать на водоем на те ямы которые я так сказать знаю те участки рек где иногда иногда попадается активные весьма неплохого по размеру хищник то есть там щучки весом полтора два три килограмма очень на это конечно надеюсь и конечно вот эта снасть мне позволит их там половить под противоположным берегом вообще поклевки закончились народ на лодке гоняя конечно это не совсем хорошо думаю влияет на рыбу на ее активность последний кстати щучка клюнула в середине водоема на водичка конечно мутновато и довольно серьезно мутновато и это тоже как я уже говорил не совсем хорошо влияет на поклевку рыбы то есть наклев на активность щука как вы понимаете как и многие хищники она требовательна прозрачности воды в мутную воду рыба часто вообще не питается тут прозрачность местами не больше полуметра и это не всегда то расстояние на котором щука готова атаковать ту или иную приманку потому как приманку видно ну весьма весьма плохо плюс еще ребята которые на лодке тут гоняет они способствуют тому чтоб вода возле водоеме становилась мутной то есть создавая волну и размывая береговую линию конечно вода остает более мутной и менее пригодной для стоянки и охоты хищника вот под самым-самым берегом поклевка под самым-самым берегом вот вот она то есть видеть по несколько раз под одним тем по одному и тому же участку приходится проводить чтобы соблазнить вот такую ребята красавицу опять лункер увидите как глубоко заглазило под самым-самым берегом Даже не просек толком рыбку. А нет, засеклась за язык. Да, за язычок подсеклась. Опа, снял. Так, давай освободим мою приманочку. То есть лонг хилл в очередной раз. Весьма неплохо. Давай, аккуратненько тебя отпущу. Показал себя при ловле щучки. Вот она. Вот она стоит. Давай, 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 чеши. Рыбка ушла, взяла под самым-самым берегом. То есть там, где прозрачность воды она максимальная. Такое поведение рыбы логично. Логично. И именно чаще всего в мутную воду рыба старается прижаться и найти такой участок, где прозрачность воды наиболее максимальная. Как известно, вода по прозрачности более максимально около береговой зоны. Ага. Есть, ребята. Ну ладно, рыбка сошла. Ничего страшного нет. Все равно отпускать. Без поклевки. Опять безударно. То есть совсем еле заметный тычочек. Поэтому подсечку не делал под самым-самым берегом. Ну что ж, ребята. Сегодняшняя рыбалка подошла к концу. На водоеме провел довольно-таки приличное времени. Ловил сегодня в довольно-таки тяжелых условиях. Условия были тяжелые в плане того, что вода на водоеме довольно-таки мутная. Прозрачность буквально 50 сантиметров. То есть при этом еще и хищник находился в довольно-таки пассивном состоянии. Тем не менее, мне удалось сегодня найти рыбку. Позволило мне половить ее вот такая вот палочка от компании ESL RODS. То есть серия Rush. В очередной раз ее потестировал. Палка просто отлично, отлично работает на вываживании, на подсечке рыбы. Все очень здорово. Рыба клевала крайне плохо на различные приманки. Но лучше всего себя проявил вот такой виброхвостик. Это Long Hill в размере 3 дюйма. Как вы помните, данная приманка частенько позволяет мне уйти от нуля на различных водоемах. И сегодня, кстати, это не было исключением. Погода тоже меняется, давление упало. Надеюсь, в следующий раз и с приходом более теплых циклонов вода, когда нагреется, посветлеет, рыбка проявит большую активность. Так что, ребята, всем желаю удачи, больших и крупных трофеев. Ну и до скорых встреч. Всем пока.